Единственная в районе детская школа искусств действует. Большая школа, у нас много детей. А у нас сколько коллективов? У нас семь коллективов. Семь коллективов на полторы тысячи человек в Галухе буквально живут творчеством. Играют на баянах, аккордеонах и поют. Зоя Фоменко со своей девичьей группой на сцене 26 лет. Говорит, пение спасает ей жизнь. Я не могла дышать. У меня коронарные сосуды. Не работают клапана. И я лежала в депрессии. А потом встала и говорю, нет, я пойду. Я шла 40 минут. То расстояние, которое проходило за 8 минут. Я пришла, попела. И я только 4 раза потом на обратном пути отдохнула. И сказала, больше я со сцены не уйду. И этим словам веришь. Все, кто сюда приходят, увлечены творчеством. Дом культуры Галухи находится в здании сельсовета. Жители сами ремонтируют полы и стены. Помещение приспособили по залу для дискотек и концертов. Организовали библиотеку, объединив весь книжный фонд самого большого в районе села. И даже запустили марафон. Кто за год прочтет определенный набор литературы, тот получит подарок. Одна женщина мне рассказывала недавно, она говорит, я с трудом Гюго не читала. А раз задание, нужно его прочитать, и за это начисляются баллы. Приз победителю – книга. Какая пока сюрприз. Спонсоров марафона нет, но библиотекарь готова сама поощрять любителей чтения. У жителей Галухи есть давняя мечта – настоящий дом культуры. Его начинали возводить в 90-е, но заморозили. В 2012-м он мог попасть в программу 80 на 80, но опять не вышло. Теперь жители Галухи решили проявить настойчивость, добиваться строительства ДК. И не только для себя. В Заринском районе нет районного центра, следовательно, нет районного дома культуры. ДК в Галухе может взять на себя функции районного культурного центра. Здесь у нас рядом Сосновка, где вы были. У нас рядом Тигун. Это транспортная развязка железнодорожная. То есть Тигун к нам может приехать. С просьбой поддержать проект жители обратились к депутату Госдумы Александру Прокопьеву. С точки зрения здравого смысла строительство ДК в селе Галухе оправдано. И я считаю, что это правильная инициатива. Буду ее поддерживать во всех министерствах и ведомствах, от которых зависит это решение. По словам местных депутатов, строительство районного ДК в Галухе поддерживает 90% населения. Первый шаг на этом пути – проект, а дальше рассчитывает войти в госпрограмму. Общими усилиями уверены жители, Дом культуры должен появиться. Анастасия Драган, Андрей Печеркин. День с толком.